Одна из самых популярных тем города продолжает волновать умы жителей и администрацию Десногорска. В начале недели представители организации, с чьими силами велась борьба со снегом, предоставили итоговые данные о проделанной работе. Глава города Андрей Шубин и участники общественного совета заслушали доклады ответственных лиц коммунальных служб. В начале снега падает, наша техника начинает работать с 4 утра и до полной уборки снега. Независимо от погодных условий, все службы находились в постоянной боевой готовности. В первую очередь очищались дворы и ликвидировалась колея на автомобильных дорогах. В пиковые часы был задействован весь штат организации и привлечены все единицы уборочной техники. Также производилась уборка улей с песко-соляной смесью. Расходовали 87 кубометров песко-соляной смеси и порядка 12 тонн реагин. Реагин в этом году закупили без грамотной крошки, поэтому характерных белых следов он не оставляет. Без уже традиционных сложностей не обошлось. Припаркованный частный автотранспорт затруднял движение спецтехники по дворовым территориям. По этой причине произвести расчистку участков не везде предоставлялось возможным. Практически не поддаются очистки, потому что в довольно узком проезде, изначально в проекте, стоят постоянно автомобили, которые препятствуют уборке. Отдельно рассмотрелся вопрос об уборке территорий, которые прилегают к торговым объектам. Многие предприниматели работают по принципу «это не мое, я убирать не буду». В результате свисающие сосульки, снег и наледь оказываются серьезным препятствием для всех жителей города. К сожалению, у нас единицы торговых точек, где данная прилегающая территория содержится в удовлетворительном состоянии. Для решения этого вопроса администрации города совместно с общественным советом выдвинут ряд инициатив. Так, уборка прилегающей территории в зимнее и в летнее время должна быть произведена предпринимателями согласно установленным правилам. В случае невыполнения предписанных мер нарушители привлекут к административной ответственности. Также отмечена важность профилактического мониторинга прилегающей территории. Эта работа с предпринимателями позволит контролировать и поддерживать должный уровень уборки и благоустройства занятого ими участка города. Соответствующий проект в скором времени будет подготовлен и вынесен на публичные слушания. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ